Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проведем очередной вебинар, который посвящен вопросам кардио-онкологии, вопросам осложнений противоопухолевой терапии, возможностей коррекции. И сегодняшнее наше мероприятие, видеозапись сегодняшнего нашего мероприятия, она будет выложена завтра в течение дня. Здесь же на странице эфира портала Лайфни-онкологии, где вы сейчас нас смотрите. Также примерно через месяц записи всех докладов будут размещены на официальных ресурсах МИДС-онкологии Мини Петрова. Также хочу сказать, что задать свой вопрос, можно написать и отправить свой вопрос через форму обратной связи, которая расположена на странице эфира. Для этого необходимо выйти из полноэкранного режима просмотра, написать свой вопрос, нажать кнопку «Отправить» и наиболее интересные вопросы модератор нашего мероприятия озвучит в эфире. И сегодняшнее наше мероприятие я хотел бы построить несколько в ином формате. Обычно это какая-то теоретическая часть. А сегодня я хотел бы больше времени посвятить разбору клинических случаев. Интересно, мы поговорим о некоторых нозологических формах и рассмотрим некоторые клинические случаи. И мы сегодня попытаемся поговорить о тех реальных возможностях, которые в настоящий момент можно предложить пациенту, как можно помочь пациенту, который получает противоопухолевую терапию, как мы можем предвосхитить некоторые виды кардиоваскулярных осложнений. И наиболее часто при проведении системной противоопухолевой терапии встречаются венозные тромбоэмболические осложнения, дисфункция миокарда и сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. И я именно постарался выбрать те действительно часто встречающиеся в реальной клинической практике осложнения, с которыми приходится иметь дело кардиологу, который общается именно с онкологическими пациентами. Конечно, количество этих осложнений гораздо больше, но некоторые осложнения не являются такими казуистическими, они редко встречаются, поэтому мы на них сегодня подробно останавливаться не будем. И первое осложнение – это венозные тромбоэмболические осложнения. И всем известно, что риск венозных тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов гораздо выше, чем у здоровых людей. И риск этот может быть повышен как до выявления опухоли, до диагностики опухоли, так и на протяжении всего процесса противоопухолевого лечения. И вот на этом слайде очень четко видно, такой хороший показательный слайд, достаточно четко видно, что базовый риск венозных тромбоэмболических осложнений у пациента с наличием злокачественного образования всегда выше. И риск этот, он развивается волнообразно, то есть он максимален в период какого-то специализированного лечения, это оперативное лечение, химиотерапия. После того, как пациент попадает в группу ремиссии, у него этот риск снижается. Если пациент получает рецидив опухоли, если у него развивается метастатический процесс, этот риск, он также сильно повышается. И почему так происходит у онкологического пациента? У здорового человека нормальный гемостаз, то есть это поддержание крови в жидком состоянии и отсутствие тромбозов, достигается путем определенного баланса между прокоагулянтными, антифибринолитическими, антикоагулянтными и фибринолитическими факторами. И у здорового человека баланс и определенное равновесие между всеми этими факторами обеспечивает нормальный гемостаз. У онкологического пациента в связи с тем, что у него развивается так называемая триада Верхова, то есть это замедление кровотока в результате неподвижности, синдрома сдавления, установки катетеров, полицитемии, гиперкоагуляции, когда опухоль выделяет большое количество прокоагулянтных факторов различных цитокинов, у пациента присутствует персистирующее воспаление. Кроме того, имеется повреждение сосудистой стенки, это прорастание опухоли, проведение химиотерапии, когда вызывается повреждение эндотелия, гипоксия, также установка центрального венозного катетера, либо имплантация венозной портсистемы. И все это приводит к тому, что баланс сдвигается в сторону прокоагуляции, и у онкологического пациента, у любого онкологического пациента, имеется повышенный риск венозных тромбоэмболических осложнений. И вот по различным данным, канцер, ассоциированный тромбоз, составляет до 30% всех случаев венозных тромбоэмболических осложнений. И если говорить о причинах смерти онкологических больных, которые получали противоопухолевую химиотерапию, то на данном слайде видно, что тромбоэмболия стоит на втором месте после прогрессирования рака, как причина онкологической смертности. Кроме того, венозные тромбоэмболические осложнения являются значимой причиной отмены или задержки проведения лекарственной противоопухолевой терапии. Вот очень интересный слайд, который наглядно демонстрирует, как при некоторых нозологических формах задержка в проведении лечения, здесь сравнивается оперативное лечение, но нас больше интересует адювантное лечение, лекарственное, что задержка лечения в течение, в лечении на 4 недели может увеличивать риск смерти пациента на 14%. То есть это очень значимое осложнение, которое действительно влияет на прогноз онкологического заболевания. Кроме того, венозные тромбоэмболические осложнения, их лечение – это достаточно дорогое мероприятие, и действительно профилактические мероприятия, рациональные, они позволяют сэкономить достаточно большое количество денежных средств, которые можно использовать в других сферах здравоохранения. Какими же последствиями чреваты тромбозы онкологических пациентов? Здесь можно эти все последствия разделить на краткосрочные, которые включают в себя посттромботический синдром, это прерывание лечения рака, мы про это уже говорили, развитие хронической тромбоэмболической, легочной гипертензии и снижение качества жизни пациентов. А если мы говорим о долгосрочных последствиях, то это прежде всего повышенная смертность пациентов, это финансовое бремя, потому что венозные тромбоэмболические осложнения требуют постоянной антикоагулянтной терапии, длительной антикоагулянтной терапии, это все требует финансовых затрат. И у пациента, тем более онкологического, который будет принимать антикоагулянты, всегда присутствует долгосрочный риск кровотечения, и это очень значимый фактор. И таким образом, вот мне очень нравится такое выражение, профилактика лучше лечения. И для венозных тромбоэмболических осложнений этот постулат, он очень важен. И действительно, конечными целями профилактики венозных тромбоэмболий онкологических пациентов является прежде всего это предотвращение, собственно говоря, тромбоза и снижение риска рецидива тромбоза, если он уже возник у пациента. И если говорить о профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, то здесь необходимо учитывать два основных фактора. То есть оценку риска и профилактику венозных тромбоэмболических осложнений необходимо проводить абсолютно всем пациентам онкологическим на любых этапах лечения. И второй момент – это необходимо всегда учитывать риск геморрагических осложнений. И как всё-таки мы можем оценить риск развития венозных тромбоэмболических осложнений, это очень важный инструмент, который позволяет из всей группы пациентов онкологических выделить именно тех, которым показана профилактика, потому что её мы не будем проводить всем пациентам, это затратно, это не нужно, и такой подход не используется в реальной клинической практике. И для этого существуют специализированные шкалы, которые позволяют выделить те группы пациентов онкологических, которым действительно показана профилактика этого осложнения. И если пациент будет подвержен хирургическому лечению, то здесь достаточно использовать всем известные шкалы каприни, она известна всем хирургам. Если пациент получает химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях, то используется всем известная шкала Харана, а если пациент проходит химиотерапию в стационарных условиях, то здесь целесообразно использует общетерапевтическую шкалу ПАДУА. А если пациент получает лучевую терапию, то каких-либо шкал, которые позволяют прогнозировать венозные тромбоэмболические осложнения у пациентов, которые получают лучевую терапию в невном стационаре амбулаторной, к сожалению, не существует. А если пациент получает лучевую терапию в условиях стационара, то целесообразно использовать общетерапевтическую шкалу ПАДУА. И вот как она выглядит, шкала ПАДУА. Здесь все учитываемые факторы риска градированы по весу. Наибольший вес имеет три фактора. Это наличие активного опухолевого процесса, то есть это, собственно говоря, период лечения рака. Это венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе, это гиперкоагуляция. Также необходимость соблюдения постельного режима, возраст, продолжение приема гормональной заместительной терапии или пероральных контрацептивов и ожирения. Эти все последние четыре фактора имеют вес по одному баллу. И если у пациента имеется четыре или более балла, то такой пациент расценивается как пациент, имеющий высокую вероятность развития венозных тромбоэмболических осложнений. Если пациент получает химиотерапию в амбулаторных условиях, то здесь существует несколько вариантов оценки риска. Существует всем известная шкала Харана и ее производные. Это шкала ОНКОТЕФ, ПРОТЕКТ, КОНКО. И принципиально другая шкала, шкала КОМПАС-КЭТ. И шкала Харана, которая всем хорошо известна, она придумана для пациентов, которые получают именно химиотерапию. И здесь наибольшее значение имеет гистологический тип рака. Это рак желудка, то есть нозологическая форма. Это рак желудка, рак поджелудочной железы. И если у пациента имеется опухоль головного мозга, менее тромбогенную опухоль, это рак легких, половых органов, мочевого пузыря, почек и лимфомы. Далее это тромбоцитоз, лейкоцитоз и анемия или использование эритропоэтинов. И ожирение с индексом массы тела больше 35. И если у пациента до 2 баллов, это средний риск, 3 и более балла, это очень высокий риск тромбозов. Существует также модификация шкалы Харана. Это шкала ОНКТФ, которая в себя включает первый фактор. Первый фактор – это когда у пациента имеется 2, более 2 баллов по шкале Харана. Второй – это наличие в анамнезе венозных тромбоэмболических осложнений. Это наличие метастазов у пациента. И следующий фактор – это инвазия в кровеносные или лимфатические сосуды или их компрессия макроскопическая. И если у пациента 2 и более 2 баллов, то пациент попадает в группу очень высокого риска. Также существует шкала КОМПАС. Здесь немножко другой набор факторов риска. Это первая группа факторов, это связанные с раком. Либо наличие антигормональной терапии у женщин с гормонопозитивным раком молочной железы или лечение антрациклинами. То есть эта шкала очень подходит, хорошо подходит при проведении противоопухолевой терапии пациенткам с раком молочной железы. Если прошло менее 6 месяцев с момента постановки диагноза рака, то есть это тот период, когда тромбогенный риск максимальный. Это наличие центрального венозного катетера, либо венозной портсистемы. Это запущенная стадия рака, то есть метастатический статус пациента. И такие факторы риска, как различные сердечно-сосудистые заболевания, это недавняя госпитализация по поводу острого заболевания или наличие венозных тромболических осложнений в анамнезе. И тромбоцитоз у пациента. И если у пациента 7 или более баллов, то пациент попадает также в группу высокого риска. И если говорить о различных вариантах противоопухолевого лекарственного лечения, то также здесь стоит сказать, что эти шкалы, они валидированы, про которые мы сказали, только для пациентов, которые получают химию терапию. А пациент, который получает таргетную терапию, гормонотерапию или иммунотерапию, в настоящий момент нет валидированных шкал оценки риска. И поэтому, если пациент получает иммунотерапию, получает таргетную терапию без химиотерапии, то не совсем корректно оценивать риск венозных тромбоэмболических осложнений по шкале Харана и производным шкалы Харана, а также по шкале Компас-Кэт. И вот в последнее время появляются некоторые исследования, которые говорят нам, допустим, исследования, которые касаются пациентов, которые получали иммунотерапию, по поводу рака лёгкого, что нет чётких факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений, кроме индекса массы тела, повышенного индекса массы тела и метастатического статуса у пациента. И было показано, что у пациентов, которые получают иммунотерапию, прогностическая эффективность оценки по шкале Харана, она очень низкая. То есть шкала Харана при иммунотерапии, она, к сожалению, не работает. И таким образом, интегрально, если у нас пациент получает лекарственную противоопухолевую терапию и имеет 2 или более балла по шкале Харана, или 4 и более балла по шкале ПАДУ, если он получает противоопухолевую лекарственную терапию в условиях стационара, то пациенту показана лекарственная профилактика. Что мы можем предложить пациентам? Безусловно, если пациент у нас госпитализирован, то здесь рационально использование либо нефракционированного гепарина, он реже, конечно, используется, но это возможно. Наиболее удобно, конечно, использование низкомолекулярных гепаринов, это дальтепарин по 500, по 5000 единиц один раз в сутки, либо иноксапарин по 40 мг один раз в сутки. И если доступен фондопаринукс, также можно его использовать в дозировке 2,5 мг один раз в сутки. Другая ситуация у пациентов, которые получают противоопухолевую терапию в амбулаторных условиях. И здесь, конечно, возможно применение как низкомолекулярных гепаринов, дальтепарина, иноксапарина, так и использование пероральных антикоагулянтов, допустим, апексабан в дозировке 2,5 мг два раза в сутки, ривороксабан 10 мг один раз в сутки. И наиболее удобно, конечно, для пациентов, которые получают химиотерапию в амбулаторных условиях, является пероральные антикоагулянты, потому что они таблетированы, это удобно пациентам. И на самом деле существует несколько проблем в настоящее время по применению пероральных антикоагулянтов у пациентов, которые получают химиотерапию в амбулаторных условиях. Во-первых, такого показания нет в инструкциях по применению этих препаратов, по крайней мере в Российской Федерации. При этом использование пероральных антикоагулянтов регламентировано рекомендациями РУССКО. То есть, с одной стороны, у нас нет такого показания в официальных рекомендациях, но с другой стороны, такие возможности применения пероральных антикоагулянтов есть и предусмотрены в рекомендациях РУССКО. И почему такая ситуация складывается? Скорее всего, потому что недостаточно емкость исследований, которые были у пациентов по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. Их всего два. Это вот по Апексабану, это исследование Аверт, где было две группы по примерно 300 пациентов. И первая группа 291 пациентов, пациент, они имели 2 и более по шкале Харана, 2 и более балла по шкале Харана. И они получали Апексабан в дозировке 2,5 мг 2 раза в сутки в течение полугода. И около 300 пациентов с количеством баллов по шкале Харана 2 и более получали плацебо в течение 6 месяцев. И что у нас получилось? И получилось у нас достаточно интересно, что пациенты, которые не получали Апексабан, у них было статистически значимо больше венозных тромбоэмболических осложнений, и при этом больших кровотечений было статистически не больше. И если говорить о Риороксабане, то было исследование Кассини с подобным дизайном, когда около 400 пациентов получали Риороксабан в течение по 10 мг 1 раз в сутки, а вторая группа получала плацебо. А здесь ситуация была несколько другая. Лечение Риороксабаном не привело к значительному снижению частоты ФТО в течение 6 месяцев. И хотел бы вам продемонстрировать интересный клинический случай. Это достаточно молодая больная, 37 лет. Она пришла к нам с жалобами на боли в эпигастрии, которые она отмечала в течение нескольких недель. Она применяла антоциды самостоятельно, выполнила фиброгастрододенскопию, и была выявлена инфильтративная язвенная опухоль области угла желудка с признаками глубокой инвазии. И она самостоятельно к нам обратилась. И также из анамнеза было известно, что больная в 2003 году, то есть там было ей около 18 лет, проходила лечение по поводу лимфогранулематоза. Ей проводилась химиотерапия, лучевая терапия, и она находилась в стойкой ремиссии. И мы обследовали больную, взяли гистологическое, биопсийный материал для гистологического исследования, выполнили компьютерную томографию, компьютерную томографию грудной клетки, брюшной полости и малого таза. Гистологическое исследование показало, что у больной имелся першневидно-клеточный рак желудка. Компьютерная томография показала наличие метастатического поражения регионарных лихватических узлов. Больной была выполнена диагностическая лапароскопия для хирургического стадиирования, и смывы с верхнего и нижнего этажа брюшной полости не показали наличие опухолевых элементов. И больной было рекомендовано проведение четырех циклов неодиеватной полихимиотерапии по схеме ФЛОТ в амбулаторных условиях. Надо сказать, что больная проходила неодиеватную химиотерапию не у нас, в условиях другого лечебного учреждения. И перед проведением противоопухолевой терапии у пациентки была оценена вероятность развития венозных тромбоэмболических осложнений, и по шкале Харана у больной имелось всего два балла. То есть два балла, но получилось за то, что у нее был рак желудка. И вот у нас существует некоторое, конечно, разночтение, и вот в действующих рекомендациях РУСКО предписывается проводить профилактику венозных тромбоэмболических осложнений только пациентам очень высокого риска при наличии трех и более баллов по шкале Харана. Соответственно, этой пациентке, согласно нашим клиническим действующим рекомендациям, не проводилась профилактика. И здесь существует определенное разночтение. Допустим, рекомендации НССН и другие рекомендации международные, они все-таки предписывают проведение профилактики венозных тромбоэмболических осложнений пациентам не только с высоким риском, но и с промежуточным риском. То есть, когда сумма баллов по шкале Харана равняется 2 или более 2. И также я рекомендую, если пациенты у нас попадают в группу промежуточного риска, как данная пациентка, нам все-таки необходимо переоценить риск пациентки. И для этого и существуют шкалы производной шкалы Харана или шкала Компаскета. Давайте посмотрим, что получилось у нашей больной. То есть, если мы посмотрим шкалу Харана, здесь у нас 2 балла, только из-за наличия рака желудка. А если мы возьмем, допустим, шкалу Протект, пациентка получала химиотерапию по схеме ФОТ, там есть препараты Платины, то есть это у нас еще дополнительно плюс балл. То есть, уже получается 3 балла. А если мы возьмем шкалу Онкотев или шкалу Компаскет, вот видно по шкале Компас получается у больной 7 баллов. То есть, она тоже попадает по этой шкале в категорию высокого риска. И, тем не менее, ей не проводилась антикоагулянтная профилактика. При этом пациентка закончила неодиванную химиотерапию, ей была выполнена лапароскопическая дистальная резекция желудка с лимфодисекцией. И в послеоперационном периоде рекомендовано продолжение диванной химиотерапии по схеме ФОТ до 4 циклов. И пациентке был запланирован первый цикл химиотерапии. И примерно за 5 дней до очередного цикла химиотерапии пациентка почувствовала внезапную боль в области груди, внезапную боль в области груди, выраженную одышку, сердцебиение. И она была скорой помощью госпитализирована в один из городских стационаров. И при обследовании ей была выполнена компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием. Была выявлена тромбоэмболия субсегментарных ветвей легочной артерии. И больной был рекомендован, так как у нее имелось поражение желудка, тотальное поражение желудка, то есть она стадиировалась как Т4, и были высокие риски кровотечения. Больной было рекомендовано проведение антикоагулянтной терапии, иноксапарином. И пациентка была выписана через 14 дней с положительной динамики из стационара. И больной было рекомендовано продолжить лечение иноксапарином до 21 дня и далее перейти на прием ревороксабана в дозировке 20 мг один раз в сутки. И больная пришла к нам, у нее была стабилизация, течение тромбоэмболических осложнений, в данном случае ТЭЛа. Каких-либо опасений не было. И мы рекомендовали пациентке начать первый цикл адювантной полихимиотерапии по схеме FLOT. И вот здесь произошло, мы ожидали кровотечения из желудочно-кишечного тракта, но вместе с тем произошло кровотечение из мочевыводящих путей. У больной была макрогематурия. И пришлось отменить прием ревороксабана, воздержаться от проведения антикоагулянтной терапии. И мы попробовали перевести больную на прием апексабана. Мы назначили апексабану в дозировке 5 мг по одной таблетке 2 раза в день. И, к счастью, кровотечение у больной не рецидивировало. И мы таким образом завершили 4 цикла адювантной полихимиотерапии. Пациентка, несмотря на развитие в послеоперационном периоде венозных тромбоэмболических осложнений, смогла полноценно завершить химиотерапию. И этим клиническим случаем я хотел бы еще раз показать важность правильной оценки вероятности развития венозных тромбоэмболических осложнений. И все наши действия, они должны все-таки быть в пользу больного. И если мы видим пациента, у которого по шкале Харана имеется риск умеренный, и потенциально, согласно нашим действующим клиническим рекомендациям, больному не надо проводить антикоагулянтную профилактику, я все-таки рекомендую провести переоценку риска, используя другие шкалы. И если другие шкалы все-таки указывают на необходимость проведения антикоагулянтной профилактики, она должна проводиться. Это будет в пользу больной, это позволит избежать жизнеугрожающих осложнений. И дальше мы переходим к следующему осложнению, которое достаточно часто тоже встречается в клинической практике. Это сердечная дисфункция, связанная с терапией рака. Она может быть симптомной, бессимптомной. Чаще, конечно, это пациенты бессимптомные. И здесь выделяют тяжелую бессимптомную дисфункцию, когда у пациента наблюдается новое снижение фракции выброса меньше 40. Умеренное, когда у пациента наблюдается новое снижение фракции выброса на 10 или более процентов, ниже 50, или когда у пациента наблюдается снижение фракции выброса менее 10 процентов, но ниже 50, и при этом имеется либо новое снижение глобальной продольной деформации, или новый рост сердечных биомаркеров. Или легкое, когда у пациента фракция выброса больше 50, но при этом имеется новое относительное снижение глобальной продольной деформации или новый рост сердечных биомаркеров. И также очень важно понимать, какие препараты вызывают сердечную дисфункцию. Это прежде всего антрациклины, HER2-блокаторы, ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия и BRAF и МЕК-ингибиторы. Также необходимо понимать, в каких случаях мы, с какой вероятностью мы можем получить данное осложнение. Если говорить об антрациклинах, то у доксорубицина имеется доза зависимости. Если мы превышаем дозу в 700 мг на метр квадратный, то до 50% пациентов могут получить сердечную дисфункцию. У эпиробицина до 11%, пациенты, получающие тростозумаб, до 20%, пациент, получающий таргетную терапию. Также около 10% пациентов может возникнуть сердечная дисфункция. Что мы можем пациенту предложить, если мы потенциально видим, что пациент высокого риска, у него потенциально может возникнуть дисфункция? Здесь у нас имеются следующие возможности. Вот есть исследование оверком, которое показало, что пациенты, получающие антрациклины, использование корвидилола и энолаприла, оно может привести к тому, что у пациента реже снижается фракция выброса левого желчка. Подобное исследование есть для спиронолактона или виршпирон, который также показал свою эффективность в плане возможной кардиопротекции. Если мы говорим о комбинации антрациклинов и тростозумаба, то было также исследование Прада, которое показало, что кондосартан и метапролол работают, и пациент, который получает кондосартан и метапролол, у них реже снижается фракция выброса. Но это все характерно для антрациклинов. А если говорить о хердвоблокаторах, тростозумабе, пертозумабе, то, к сожалению, было несколько исследований, и ни ингибиторы АПФ, ни сартаны, ни бетаблокаторы, они убедительно не показали своей эффективности. Поэтому очень интересен поиск препаратов, которые могут обладать кардиопротективными свойствами. И вот поэтому очень интересными свойствами обладает препарат экзогенного фосфокреатина или неатон. И были несколько пилотных исследований. Этот препарат, он известен достаточно давно. Он активно использовался в кардиологии, в кардиохирургии. Там он показал свою эффективность в плане своих кардиопротективных свойств. И этот препарат был исследован у пациентов, которые получали химиотерапию антрациклинами. И действительно было показано, что фосфокреатин предотвращал падение фракции выброса желудочков у пациентов с раком молочной железы, которые получали химиотерапию антрациклин с содержащими схемами. Кроме того, по данным метаанализа, фосфокреатин также показал свою эффективность при применении антрациклин-содержащих схем. Он снижал любые кардиологические осложнения на 30 практически процентов. На 20% снижалось количество изменений на ЭКГ. И до 42% пациентов у них было снижение уровня биомаркеров, которые характеризовали повреждения миокарда на фоне проведения химиотерапии. И вот современная схема использования неотона при проведении противоопухолевой терапии. Это по 2 грамма внутривенно в 50 мл физраствора ежедневно в течение 7 дней каждого цикла химиотерапии. И неотон он включен, как в согласованное мнение российских экспертов по профилактике, диагностике, лечению сердечно-сосудистой токсичности противоопухолевой терапии. Это рекомендации российского кардиологического общества. И в евразийские клинические рекомендации этот препарат также включен. И клинический случай достаточно тоже интересный. Это больная, достаточно молодая, 67 года рождения. И эта пациентка, она по поводу рака левой молочной железы перенесла 4 цикла неодиеватной полихимиотерапии по схеме ЕЦ. Далее она получила 4 цикла неодиеватной монохимиотерапии по клитокселам в комбинации с таргетной терапией тростузумабом. Далее пациентке было выполнено оперативное лечение и лучевая терапия. И далее пациентке было рекомендовано 7 введений тростузумаба в адювантном режиме. И на фоне такой терапии у пациентки появилась слабость, одышка, нарастающий по интенсивности, малопродуктивный кашель. И она с этими жалобами обратилась к нам. И при изучении серии кардиографических исследований, которые проводились в течение проведения химиотерапии, таргетной терапии, у пациентки наблюдалось прогрессивное снижение фракции выброса левого желудочка. И на приеме у нее была фракция выброса 45%. Мы выполняли КТ, исключили больной, так как у нее был кашель, это пневмонию. ТЭЛа мы исключили. Анализ крови на высокочувствительный тропонин Ай был в пределах референтных значений. При этом было двукратное увеличение ИТ-ПРО-БНП, то есть повышение натриуретического пептида, которое было характерно для развития сердечной недостаточности. И мы решили приостановить противоопухолевую терапию у больной. И назначили ей кардиопротективную терапию, небивалол, инолаприл, спиронолактон и диуретическую терапию торосимидом. И попросили больную через 2 недели прийти на повторный прием. И у пациентки через 2 недели отмечалось значительное клиническое улучшение, то есть у нее значительно уменьшилась одышка, повысилась толерантность к физической нагрузке. Но при этом фракция выброса была еще меньше, около 40. Мы продолжили терапию, наблюдалось дальнейшее клиническое улучшение. Но при этом фракция выброса оставалась на низком уровне, около 41%. Через 3 месяца мы пригласили больную на повторный осмотр. И наблюдалась некоторая положительная динамика, то есть у больной значительно выросла толерантность к физической нагрузке. Она уже поднималась до третьего этажа без остановки. И наметилось повышение уже фракции выброса левого желудочка. Она составляла 44%. И мы коллегиально приняли решение о возобновлении. Так как были показания к возобновлению, таргетная терапия, мы возобновили таргетную терапию тростузумабом. И на фоне кардиопротективной терапии и при возобновлении терапии тростузумабом у пациентки через 6 месяцев наблюдалось увеличение фракции выброса до 50%. Мы продолжили терапию. И вот пациентка через полтора года от момента возникновения сердечной дисфункции пришла к нам. И на фоне продолжения таргетной терапии и на фоне продолжения кардиотропной терапии у пациентки фракция выброса восстановилась до 58%. И что бы я хотел сказать, что помимо этого клинического случая существуют и литературные данные, которые показывают возможность безопасного проведения таргетной терапии у пациентов с ракомолочной железы и с умеренным снижением фракции выброса от 40% до 50% на фоне кардиотропной терапии. И вот очень интересное исследование, там было, правда, немного пациенток, около 50%, и это были все пациентки со снижением фракции выброса от 40% до 50%. И всем этим пациенткам на фоне кардиотропной терапии была продолжена и закончена таргетная терапия в запланированных объемах. И я хотел бы этим клиническим случаем продемонстрировать то, что даже снижение фракции выброса, наличие клинической симптоматики при умелом ведении таких больных не является противопоказанием для продолжения таргетной терапии. И перейдем к следующему осложнению, это артериальная гипертензия. И, конечно, артериальная гипертензия, она специфична для антиангиогенной терапии, когда пациенты получают таргетную терапию ингибиторами фактора роста сосудистого эндотелия. И это достаточно частое осложнение, оно встречается у большого количества пациентов. Если мы говорим о терапии моноклональными антителами или афлеберцептом, то здесь до половины пациентов могут иметь артериальную гипертензию. Если мы говорим о таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназ, то здесь также это достаточно значимое осложнение. И у некоторых препаратов, допустим, вот линвотениб, там частота артериальной гипертензии может достигать 70%. Поэтому очень важно управлять этим осложнением, знать, что необходимо делать. И, во-первых, необходимо четкое градирование пациентов по степеням CTC. То есть пациенты, которые имеют артериальную гипертензию, то есть когда давление у них повышается более 140-90 мм тотного столба, это вторая степень нежелательного явления по CTC, и пациентам показана монотерапия антигипертензивными препаратами. Если у пациента развивается третья степень артериальной гипертензии, то показано усиление терапии. То есть это комбинированное двумя, тремя и более препаратами. И четвертая степень – это когда у пациента развивается жизнеугрожающее состояние злокачественной артериальной гипертензии, которая не поддается лечению, когда у пациента появляется мозговая симптоматика, у пациента гипертонический криз развивается, то тогда, конечно, у пациента показана неотложная терапия. И стратегия медикаментозной терапии артериальной гипертензии, она выглядит следующим образом. То есть если у больного имеется невысокая гипертензия, то есть артериальное давление менее 160-100 мм тутного столба. Если пациенты низкого риска, ослабленные, пожилые пациенты, то возможно монотерапия ингибитором АПФ, сортаном или блокатором кальциевых каналов. В остальных случаях, конечно, рекомендуется все-таки комбинированная терапия. Это ингибитор АПФ или сортан плюс блокатор кальциевых каналов. А если такая терапия пациенту не помогает, то необходимо добавить к двойной терапии спиронолактон или вирошпирон или другой какой-то диуретик. И только если такая терапия, она неэффективна, то такой больной, у него развивается так называемая резистентная артериальная гипертензия, ему необходимо добавление четвертого препарата, это бета-адреноблокатор нитратов, гидролазина и потом тетрация соответствующих доз до достижения целевых цифр артериального давления. И вот хотел бы представить клинический случай больной 73-х лет, у которого в 2008 году была выполнена нефродреналоктомия по поводу рака левой почки. Через 10 лет у пациента диагностировано прогрессирование в виде метастатического поражения легких. И пациенту была рекомендована таргетная терапия с унитенибом с полным ответом. И по какой-то причине пациенту была отменена таргетная терапия. И через 2 года у пациента прогрессирование, второе прогрессирование. И принято решение о возобновлении терапии с унитенибом. И также было известно, что больной около 20 лет страдал гипертоническим давлением. Гипертоническая болезнь у него была давление до 160-100 мм ртутного столба. И до начала таргетной терапии с унитенибом, в принципе, пациент получал комбинированную терапию. И артериальное давление у него находилось в целевых значениях. И через 7 дней от начала приема с унитенибом больной обратился с жалобами на давящую боль за грудиной. У него было повышение давления до 200-110 мм ртутного столба. На ЭКГ у него были ишемические репализационные изменения, на ЭКГ трапонин Ай показал отрицательный результат. При их кардиографии нарушения локальной сократимости не было. Пациенту была оказана неотложная помощь, и с представлением о нестабильности на кардии пациенту предложена госпитализация. Но пациент отказался от этой госпитализации, и мы в связи с этим ему назначили антигипертонизивную терапию. Мы ему рекомендовали Телмисартан, Лерконидипен, Небивалол. И также ему назначили антиагреганты и статины. И пациенту мы рекомендовали приостановить таргетную терапию, так как у него развилась четвертая степень нежелательного явления. И при ухудшении состояния пациента мы ему рекомендовали вызов скорой помощи. Если все будет хорошо, мы рекомендовали пациенту через неделю прийти на повторный прием. И, к счастью, у пациента на фоне антигипертонизивной терапии регрессировали ангинозные боли, нормализовалось давление, и мы коллегиально приняли решение о возобновлении таргетной терапии. И на фоне комбинированной антигипертонизивной терапии, и на фоне возобновления приема сунитениба, у пациента наблюдалась стабилизация течения основного заболевания. И последнее осложнение, которое я хотел бы сегодня осветить, это ишемическая болезнь сердца. И наиболее часто ишемическая болезнь сердца возникает у пациентов, которые получают терапию вторпиримидинами. Это 5-фторурацил, капицитабин, гемцитабин. И до 18% пациентов при терапии вторпиримидинами испытывают симптомы ишемии миокарда. До 10% пациентов имеют бессимптомную ишемию миокарда. И до 70% пациентов, по данным различных исследований, имеют изменения на ЭКГ по типу ишемических при проведении химиотерапии вторпиримидинами. Вместе с тем, у 43% пациентов, по данным различных исследований, в период проведения химиотерапии вторпиримидинами возможно повышение маркеров повреждения миокарда. Второе по частоте встречаемости развитие ишемической болезни сердца – это ингибитор и фактор роста сосудистого эндотелия. Здесь до 15% пациентов также могут иметь симптомы ишемии. И терапия препаратами платины. Также до 8% пациентов могут иметь признаки ишемии. И препараты токсанового ряда, поклитоксил, доцитоксил, также могут вызывать развитие ишемической болезни сердца. Но это возникает гораздо реже. Около 4% пациентов могут иметь ишемическую болезнь сердца. Какие же существуют подходы к диагностике острого коронарного синдрома? То есть, если у пациента на фоне проведения лекарственной противоопухолевой терапии, препаратами, которые могут вызывать и ишемию, наблюдается определенная клиническая симптоматика. То есть, это острый дискомфорт в грудной клетке, который больной описывает как боль с давлением, стеснением, одышку, либо боль в эпигастрии, которая эрадиирует в левую руку, в шею с левой стороны, под лопатку. Имеется, кроме того, изменение на ЭКГ у такого больного по типу ишемических. Имеется повышение тропонинов сердечных, а может быть, они могут быть и не повышены. То на основании этих данных, то есть, клиническая симптоматика ЭКГ и данные сердечных тропонинов, все пациенты, они должны быть выделены в две группы. То есть, это пациенты с острой болью в грудной клетке, у которых больше 20 минут наблюдается подъем сегмента СТ. То есть, как правило, у таких пациентов потом развивается полная окклюзия какой-либо коронарной артерии и развивается инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ. И такие пациенты, конечно, они должны в дальнейшем подвергаться методам ревоскуляризации. Это либо фибринолитическая терапия или ангиопластика. И второй группа пациентов – это пациенты с острой болью, без стойкого подъема сегмента СТ. И такие пациенты, они, как правило, без подъема СТ у них развивается либо нестабильность на кардии, или инфаркт миокарда без зубца КУ. И какие же подходы существуют к ведению таких пациентов? И если у пациента развивается острокоронарный синдром, инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ или без подъема сегмента СТ с высоким риском, то такому пациенту, безусловно, рекомендуется инвазивная стратегия лечения. Если у пациента плохой прогноз, либо у пациента какой-то высокий риск кровотечения присутствует, или инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, то здесь преимущество за консервативной или медикаментозной стратегией. В любом случае у пациента, у которого на фоне терапии противоопухолевой развивается острокоронарный синдром, инфаркт миокарда в дальнейшем показано, временное прекращение противоопухолевой терапии. И вот хотел бы продемонстрировать клинический случай интересный. Достаточно молодая больная, 49 лет, у больной не было каких-либо факторов высокого сердечно-сосудистого риска, не было гипертонической болезни, сахарного диабета, дизлепидемии, курения, то есть каких-либо опасений по поводу развития сердечно-сосудистых осложнений у данной больной не было. И больная по поводу рака анального канала, получала лучевую терапию в сочетании с радиосенсибилизирующей химиотерапией с эсплатином и капицитабином. И при обследовании до начала химиолучевой терапии у пациентки не было каких-либо изменений на ЭКГ и при эхокардиографии. Через 5 дней от начала химиотерапии у больной появились жалобы надавящую боль за грудиной. И на ЭКГ были выявлены реполяризационные изменения. У нее наблюдалось изменение формы зубца Т в области передней стенки и верхушки левого желудочка. Тропонин Ай был отрицательный. При эхокардиографии не было нарушений локальной сократимости. Больная была госпитализирована с острым коронарным синдромом, который развился на фоне химиотерапии в городской стационар. И в стационаре больной была выполнена коронарография, которая не показала наличие каких-либо патологических изменений коронарных артерий и были выявлены косвенные признаки коронароспазма. И на фоне консервативной терапии больная была выписана с регрессом ангинезной боли через 3 дня. И она опять вернулась к нам. И мы приняли решение о продолжении лечения на фоне медикаментозной терапии. Мы рекомендовали ей прием нитратов длительного действия из асорбидобунонитрата, который мы рекомендовали начать за 2-3 дня до химиотерапии. И блокаторы кальциевых каналов, не дегидроперидинного ряда, амлодипин. И целью такой кардиопротективной терапии была возможная борьба с потенциальным коронароспазмом, который у нее возник на фоне противоопухолевой терапии. И мы рекомендовали больной постоянный контроль артериального давления, так как у нее была нормотензия, и такая терапия могла привести к гипотонии. И на фоне такой кардиопротективной терапии у больной отсутствовал ангинозный синдром, больше изменений на ЭКГ не фиксировалось, и больная завершила полный курс химио-учевой терапии. И в качестве выводов я хотел бы представить основные 4 постулата. И первый, что современная противоопухолевая терапия требует от онколога знания основных принципов диагностики сердечно-сосудистых осложнений. Второе, это, конечно, реалии организации оказания противоопухолевой терапии, они требуют обязательного участия врача-онколога в лечении сердечно-сосудистых осложнений. Не во всех центрах амбулаторной онкологической помощи, диспансерах, есть врачи-кардиологи, которые могут помочь в курации таких больных. Поэтому врач-онколог, он, безусловно, должен ориентироваться в этих осложнениях. И, как я показал уже на клинических примерах, что своевременная диагностика и коррекция сердечно-сосудистых осложнений позволяет избежать неблагоприятных исходов у больных, у которых развиваются эти осложнения. И четвертый постулат, он достаточно важный для пациентов онкологического профиля, что возобновление противоопухолевой терапии после купирования сердечно-сосудистых осложнений является в целом вопросом малоизученным. И, как правило, к этим вопросам подходят индивидуально, но вместе с тем следует отметить, что, безусловно, вопрос о возобновлении противоопухолевой терапии должен решаться в пользу больного. И, конечно, надо учитывать и возможности учреждения, в котором проводится химиотерапия, возможности коррекции различных осложнений, но очевидно, что эти осложнения, они должны своевременно купироваться, и все усилия и онкологов, и кардиологов, они должны быть направлены на то, чтобы пациент мог возобновить противоопухолевую терапию, потому что это, безусловно, напрямую связано с дальнейшим прогнозом течения онкологического заболевания. Спасибо большое. Это все, что я хотел сказать сейчас.